Экологическое реалити-шоу снимают в Хабаровске в течение полугода. Десять добровольцев будут вести образ жизни, который наносит минимальный вред окружающей среде. Также по условию реалити-шоу они должны будут рассказывать о своем опыте в социальных сетях. На съемочной площадке побывал Александра Теплякова. Это одна из первых серий экологического реалити-шоу «Настоящее». Первое задание участники шоу получили в продуктовом магазине сразу после того, как им выдали набор – бамбуковую зубную щетку, термос, многоразовые мешки. Это то, чем они должны будут пользоваться постоянно в течение эксперимента. Участникам уже выдали список продуктов на все про все у них 45 минут. Делая покупки, они должны обращать внимание в том числе и на упаковку. Она тоже должна быть экологичной. К сожалению, практически все конфеты запакованы в что попало. Тут возникает сложность. Вот этот значок. Вот она. 5 ПП. Это значит, что она перерабатывается. Ее можно сдать в переработку. Проект придумали хабаровские общественники. Средствами поддержала одна из крупных сахалинских компаний. 10 хабаровчан – представители разных профессий. В течение полугода будут учиться разумному потреблению и рассказывать об этом в социальных сетях. Евгений Демьянов говорит, к шоу подготовлен. Уже год в его доме стоят контейнеры для раздельного сбора мусора. Я иногда за других забираю с мусора домой. Когда кто-то там взял сэндвич в упаковке, когда вижу, когда она уже не прошла куда-то там дальше, в помойке, в урны, я ее забираю с собой. Некоторые торговые сети тоже начали поддерживать эко-бренд. Вместо привычного пластикового пакета покупатель может выбрать крафтовый или принести с собой многоразовую сумку. Овощи, фрукты, хлеба, крупы, макаронные изделия возможно покупать в многоразовые мешочки. Требования, которые выставляем мы, это этот мешочек должен быть прозрачным. Смотрим. Сахар есть, соль есть, молоко есть. После покупок участников ждал разбор полетов. Какая упаковка подлежит переработке, а какая будет разлагаться в сотни лет, рассказал эксперт. Сложнее всего дело обстоит со сладостями. Считаем, да, первый. Второй, который внутри твердый. И бывает даже еще внутреннее вложение упаковано в красивую упаковочку. И вы ее оттуда достаете. То есть мы несем домой три варианта упаковки. Причем, скорее всего, ни один из этих видов упаковки не будет перерабатываться. Будет еще несколько таких заданий, несколько шагов и этапов, когда будем стараться популярно объяснять, как переходить на экологичный образ жизни в Хабаровске, в наших реальных местах, в реальных магазинах. Следующую серию снимут на мусороперерабатывающем заводе. Всего будет шесть выпуска, в который выложат на YouTube-канал. Александра Теплякова, Виктор Казаров, телеканал «Губерния».